Доброго времени суток! С вами я, Ковалевский Вячеслав, и это тизер к второму сезону первого эпизода курса Java. Собственно, мы начинаем подготовку вас, как молодых специалистов, к сертификации на второй уровень Oracle Certify Java SE 7 Professional Programmer. Этот уровень включает в себя часть тем, которые мы уже прошли с вами на первом уровне обучения. Некоторые из них будут рассмотрены более глубоко, более, так сказать, интересно для тех, кто любит хардкор и dive deep. Далее. В этом году, как известно, будет новый мажорный релиз GDK, GDK 8. Хочу сказать, что этот релиз привнесет огромные изменения в мир Java. Это будет, так сказать, game changer, подобно тому релизу, который был давненько с GDK 5, который привнес в мир Java обобщения, дженерики и подобные вещи, которые так долго ждали программисты на Java. Ну, например, аннотации. Собственно, вы уже должны быть в курсе и неплохо владеть всеми этими вещами, так как прошли их на первом уровне. Ну что ж, что вам обязательно необходимо для курса? Во-первых, скачайте GDK 8. Да-да, я не ошибся. Вам понадобится именно восьмая редакция, которая является еще не релизной, потому что нет смысла сейчас рассматривать седьмую редакцию без дополнений восьмой. Да, в экзамене на сертификации вас не буду спрашивать об особенности восьмой, потому что все-таки она еще даже не зарелизилась, а после того, как выйдет, программа экзамена будет пересмотрен еще очень не скоро. Но, во-первых, любой экзамен может быть повышен. То есть, если вы сейчас подаетесь на Professional второй уровень седьмой Java, то потом вы можете лишь доздать пару топиков, чтобы получить тот же поплавок, тот же значок, но уже в рамках Java 8. Вот. Это раз. Во-вторых, довольно-таки неплохо смотреть на Java зазором на будущее, потому что рано или поздно, если вы начнете учить Java 8, когда она будет уже повсеместно везде, то вы однозначно будете проигрывать тем людям, которые начали учить Java 8 заранее. Более того, это ваш козырь. Если вы входите в рынок Java сейчас, то выучив восьмую Java сейчас и начиная практиковать некоторые вещи на ней, вы через определенное время, возможно, даже сможете обогнать тех, кто на рынке был до вас. Ну просто потому, что те, кто сейчас заняли свои вкусные и теплые места, они, как правило, не очень сильно любят учиться. Enterprise – это мир медленный, где вряд ли будет внедрять обновления, а скорее всего они будут жить на своей Java 7 или Java 6 еще очень много лет, перед тем, как вообще посмотреть на восьмерку, в то время как вы уже сейчас можете набивать руку на новых ее фичах. Несколько фичей мы рассмотрим прямо сегодня. Надо же дать некоторого сахара, чтобы вы ждали с большим энтузиазмом первую лекцию. Итак, вторая вещь, которая вам понадобится – это список тем для сертификации на уровень 2. Просто чтобы вы посмотрели и убедились, что часть из них вы уже знаете, вы уже прошли и не пугались. Но, само собой, некоторые из них для вас будут новинку, как, например, ForkJoin – это реализация MapReduce глазами Java. Но об этом поговорим в свое время. Обещанный сахар. Небольшая задачка. Предположим, у вас есть сущность – блок. У этой сущности есть две характеристики – цвет, в который он покрашен, и вес. Ну, практически Майнкрафт, если я правильно помню. К сожалению, не играл в эту игру. Но, насколько я понимаю, там вот есть блоки. У них есть небольшие характеристики. Они сделаны из какого-то, как же называют это, дизайнера. Ладно, бог с ним. У нас есть блок. Этот блок имеет вес и цвет. Все, больше ничего. У нас есть цвет, который отображается энамом. И, кстати, первая лекция будет посвящена глубокому изучению энамов. Но это не первая лекция, это тизер. Ага. Так вот, у нас есть лист блоков. В лист блоков набрана куча разных блоков. Блоки имеют цвет, вес и теперь задача. Нам необходимо посчитать суммарный вес всех красных блоков. И только красных. В седьмой и ранее джавы это бы заняло очень много кода. Особенно, если бы вы хотели написать такой код, который было бы легко распараллелить. С привнесением лямбд и функционального программирования, да-да, именно функционального программирования в мир джавы, это стало немножко проще. И, к слову сказать, когда вы поймете эти парадигмы и сможете легко ими манипулировать, то вам будет достаточно просто пересесть на что-то более функциональное, как, например, та же скала. Фактически это создает некоторый мостик между теми программистами, которые жили в мире ООП и теми, которые жили в мире скала. Более того, нам придется с вами изучить некоторые основы функционального программирования, чтобы вы вообще поняли, что такое функциональщина и что есть не только ООП. И это правильно. Ну, ладно, это я немножко более философские дебри забегаю. Вернемся к нашим примерам. Как в восьмой джаве сделать эту задачу? Да очень просто. У нас есть ListBlocks, у которого добавлен новый метод Stream. Неплохо было бы залезть в сорцы и прочитать, чего он делает, но сегодня это делать не будем, тизер, он должен быть кратким. Stream создает поток. Поток очень прекрасно используется линуксоидами и юниксоидами испокон веков. Ну, в общем, в общих чертах это создание сущности, которая на вход принимает что-то, выполняет с этим чем-то какие-то операции, на выход выдает изменения. Ну, обобщенное, я согласен, очень обобщенное понятие, но на практике сейчас станет все ясно. Наш поток выполняет несколькие действия. Первое действие это фильтр. Фильтр на вход получает весь лист. Ну, вот так он написан. У нас фильтр идет первым в потоке, он на вход получает весь лист и выполняет то, что делает вот эта функция. Это, к слову сказать, наша лямбда из восьмой джавы. Он возвращает лист, в котором содержатся только те элементы, которые удовлетворили этому условию. Фильтр для каждого элемента из листа, то есть для каждого блока, применит вот этот метод. b, это блок, вызовется getColor, у блока вызовется его цвет и сравнится ссылка с red. Если цвет действительно красный, то он вернет true или false. В зависимости от того, что вернула эта лямбда для каждой записи в листе, эта запись или будет добавлена в выходящий лист, или не будет. Соответственно, после работы фильтра на этом этапе мы получим выходной лист, в котором содержатся только красные блоки. Собственно говоря, фильтр на вход и должен принимать ту лямбду, которая возвращает булеоновское значение. Я попытался перейти внутрь, да. Принимает фильтр, ой, прошу прощения, должен принять ту лямбду, как я уже сказал, которая возвращает булеон на любой входящий тип. Далее, следующий метод, который снова выполнит преобразование листа, является маппинг каждого элемента на int. Соответственно, эта лямбда должна возвращать, ой, прошу прощения, должна... Оу, неужели я не могу поменять назад то, что сделал? Могу. Соответственно, эта лямбда должна возвращать на любой элемент в этом листе int-овое значение. В данном случае она возвращает wait. А wait у нас int-овое значение, соответственно, gateway тоже вернет int. В результате, после работы этого метода, мы на выходе получаем лист, который содержит int-овое значение. А у этого листа есть определенные свои методы, которых нет обычного потока. А именно, у него есть сумма. Мы можем просуммировать все элементы в листе. Соответственно, вот здесь... Наш лист будет вы... Оу, ля-ля, идея закрылась. Эх, ну что ж, 13-я идея действительно ведет себя неимоверно сыром. Мне она нравится, я ее установил, но... К сожалению, могу констатировать то, что она очень часто закрывается. Проблема, конечно, не только в идее, но еще и в сыром GDK8. Открывать заново я не буду. Потому что, вроде бы, и надеюсь, основной принцип того, что там было написано, вы поняли. Увидели лямбды. Более детально мы будем это рассматривать на полноценном курсе. Это был лишь просто тизер. И ссылки того, что вам надо установить и начать читать. А под конец этого тизера я вам хочу дать несколько плюшек. Ну и распрощаться на этом до первой лекции. Которая, кстати, уже записана. Плюшка номер раз. Наш подкаст «Философия программирования». Насчитывает уже три выпуска. Которую веду я, ваш покорный слуга, Вячеслав Ковалевский и Рахим. Собственно, человек, который олицетворяет наш любимый Hexlet. Ну и все. До новых встреч. С вами был я. Пейте кофе. Пишите Java. Па-па-па-па. Продолжение следует. стороны. Субтитры создавал DimaTorzok